Я не очень много буду говорить про искусственный интеллект, то есть вообще не буду говорить, поскольку у меня вопрос про телемедицину, но дальше вместе с искусственным прокурором должен тогда появляться искусственный подсудимый, искусственная тюрьма. И в общем я тогда в этом процессе вообще не вижу никаких проблем, пускай себе и появляются. И вообще сегодня Николай Владимирович говорил, что тут идут беседы о каком-то будущем, вопрос самый популярный, используете ли вы в рутинной практике. И все говорим нет, еще что-то искусственное, интеллектуальное не используем. А вот телемедицина это совершенно наша сегодняшняя реальность, уже очень активная, потому что еще в 2017 году были внесены изменения в 323 федеральный закон, посвященный телемедицине. И с 1 января 2018 года многие из нас стали телемедиками и регулярно проводим телемедицинские консультации с использованием телемедицинских технологий. Происходит в основном это между медицинскими работниками, а также может происходить и между врачом и пациентом. Для этого пациент должен проходить систему идентификации и аутентификации, и после этого можно что-то делать. Что можно делать? Можно с помощью медицинских консультаций и жалобы собирать, и анамнез узнать, и оценивать эффективность лечения, оценивать состояние здоровья. В том числе и принимать какое-то решение о необходимости вызова пациента на прием. Может проходить какое-то изменение лечения, но только в том случае, если это делает врач. А вот динамическое наблюдение на состоянии здоровья может также проходить с использованием этого инструмента телемедицинской консультации. Уже таких инструментов немало, и они реализуются, в том числе в онкологии, особенно с точки зрения наблюдения за пациентами, которые получают химиотерапевтическое лечение в межкурсовом интервале. И за пациентами, которые получают реабилитацию, эти инструменты уже реализованы и в некоторых регионах очень активно использовать. Кроме того, должны создаваться соответствующие информационные системы, которые сохраняют и соблюдают персональные данные, сохраняют врачебную тайну. Ну и после того, как происходят изменения в закон, естественно, вносятся изменения в подзаконные акты, и был создан приказ Минздрава о порядке организации телемедицинских консультаций, который вступил в силу в январе 2018 года. И там сказано о том, как должны между собой взаимодействовать врач-врач, как должны взаимодействовать между собой врач-пациент. И вот если касается взаимодействия врачей, то большой проблемы в этом смысле нет. Есть Единая государственная информационная система здравоохранения, есть система, которая раньше функционировала на базе защиты. Да, забыл первые три буквы, которые стоят перед этим. В общем, там три буквы, но хорошие, приличные, про них можно говорить, я их забыл. Поэтому и не помню. Поэтому и не помню, совершенно точно. Что касается консультации врач-пациенту, здесь все равно остаются значимые сложности, потому что какое-либо значимое изменение в ведении пациента может проводить только лечащий врач. И то только после идентификации пациента и прохождения этим самым пациентом аутентификации. То есть фактически через… у нас в стране единственная нормальная работающая система идентификации – это система госуслуг. Вот, значит, через госуслуги туда должен подключиться и врач, и пациент, и проводить эту консультацию. И в конце концов это привело к тому, что у нас консультация в системе врач-пациент практически не проводится. И большинство консультаций, которые у нас проводятся, они проводятся в системе врач-врач. Ну и кроме того, что надо придумать, как это работает, чтобы что-то заработало, это должно понятно оплачиваться. И на сегодняшний день есть несколько вариантов оплаты услуг. Та, которая работает лучше всего и больше всего – это субсидии. Субсидии есть для федеральных центров, есть внутри региональные субсидии на оказание этих телеминских услуг. Ну, а иногда просто доброе слово, которое министр здравоохранения говорит, скажем, главному врачу-мкодиспансеру, ты должен консультировать все ЦАОПы, например. Вот просто должен и все. Да, это вот такая тоже субсидия, но она имеет эмоциональную окраску больше. У нас есть тарифы в системе МЭС на пересмотр, на второе мнение по ренеологическим и гистологическим препаратам. Но, откровенно говоря, лучше бы этого тарифа не было, потому что смешно, какие цифры там присутствуют. Скажем, в московском соглашении пересмотр КТ, неважно, какое количество зон, 149 рублей это стоит, и никто не готов. Ну, скажем, вот надо в федеральном центре пересмотреть там ПЭДКТ, например, за 149 рублей потратить там полтора-два часа времени. Это 149 рублей медицинская организация получила, совсем не доктор, который пересматривает. В общем, мало работающая система, ну и есть частные медицинские организации, или там государственные, неважно, которые работают по договору услуг, выставляют какие-то цены. Тоже вполне себе рабочий механизм в государственных организациях хуже реализуется, а в частных очень даже себе отлично все это происходит. Что касается телемедицинских услуг, то еще в феврале 2017 года, еще до того, как изменения в закон были все произведены, вот Минздрав поручил нашему центру организовать работу по дистанционному консультированию всех субъектов Российской Федерации. Ну, что, собственно говоря, естественно, было сделано, раз Минздрав поручил, надо делать. Кроме того, был подписан уникальный документ, потому что это первый документ, который был подписан директорами на тот момент трех еще национальных центров медицинских по онкологии. И все они рекомендуют, все эти три директора, о том, что есть редкие опухоли. И эти редкие опухоли надо обсуждать с опытными специалистами. Договорились о том, что опытные специалисты работают в федеральных центрах, и вот те нозологии, которые встречаются редко, желательно, тогда рекомендовалось направлять на консультации в федеральные медицинские центры. И так это работало в течение некоторого времени, пока, наконец, не произошли значимые у нас изменения. Ну, и первое значимое изменение – это реализация федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, где ставилось много задач по снижению смертности и так далее. Но в том числе и создание референс-центров, которые в большой степени должны функционировать именно с использованием телемедицинских технологий. И все это привело к тому, что когда менялся приказ, касающийся порядка оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями, а с 1 января мы начинаем жить в новой парадигме приказа, вот теперь он не 915 называется, а 116, то там были включены разделы, посвященные и телемедицине, и референс-центрам, и в телемедицине сказано, что вот все те редкие заболевания, которые указаны на этом слайде, за исключением, знаете, чего? Сейчас скажу. За исключением седьмого пункта меланомы кожи. Вот она была исключена, все остальные оставлены, и пациенты с этими нозологиями, с редкими нозологиями должны обязательно проходить телемедицинскую консультацию с федеральным центром. Ну и также было введено такое понятие в порядок оказания помощи, как референс-центр, и сказано, что в диагностически сложных случаях цифровые изображения лучевых методов исследования, патоморфологических исследований могут направляться в федеральные центры для получения второго мнения. Нужно ли это? Мы проанализировали за какой-то момент число обращений в наш центр пациентов, точнее не пациентов, а их гистологических препаратов, и оказалось, что примерно в 80% случаев та или иная корректировка диагноза была проведена. Да, то есть где-то там степень злокачественности изменилась, там, не знаю, со второй на третью, где-то уточнено, что уровень К-67, там, я не знаю, не 10%, а 30%. Но вот я хочу обратить внимание на этот слайд, что в более чем в 15% случаев в тех ситуациях, когда был поставлен диагноз рак, оказалось, что там рака не было. И наоборот, кому-то сказали, что это не рак, а там был рак. И вот действительно использование телемедицинских технологий для консультаций в таких вот непростых случаях, оно важно, потому что для каких-то пациентов это может быть незначимое влияние на их судьбу, а вот для определенного числа пациентов это существенное влияние, и либо они не получат необходимое лечение, либо их будут лечить как онкологических пациентов, этого нет. Не в привязке к этим цифрам, просто расскажу еще один случай, это без телемедицины все произошло. В одном из регионов Российской Федерации была очень высокая заболеваемость рака предстательной железы, выше, чем в большинстве других. И мы пытались разобраться, в чем причина, начали думать о том, какое сложное эпидемиологическое исследование провести, чтобы оценить действительно частоту рака предстательной железы. Но решили начать с простого и попросили, чтобы прислали за последние несколько месяцев препараты биоптаты предстательной железы. Так вот из 20 пришленных нам биоптатов в 18 рака не оказалось, а эти пациенты получили лучевую терапию, там очень сильная радиологическая школа, все хотели облучать, вот они все получили лучевую терапию по поводу рака предстательной железы. Я просто к тому, что насколько действительно важно использование второго мнения, чтобы не совершать фатальных иногда ошибок. Что касается телемедицинских консультаций в нашем центре. В 2019 году начинается федеральный проект, начинают финансировать эти консультации, вот еще до начала, в 2018 году в нашем центре было проведено почти 500 телемедицинских консультаций. Нам же сказали в 2017 году создать систему, мы в 2017 создали, вот в 2018 она начинает реализовываться, 500 телемедицинских консультаций. Значит, 2019 год уже 2200, 2020 год 6000, первые три квартала 2021 года уже 6500, то есть мы выйдем где-то на 9000 телемедицинских консультаций. То есть количество телемедицинских консультаций увеличивается, и на самом деле это очень хорошо. Это значит, что специалисты в регионах поняли, какой хороший дополнительный эффект они могут получить от этих телемедицинских консультаций. Они могут обсудить с коллегами в федеральных центрах, как наилучшим образом лечить пациента. Более того, в ходе этой телемедицинской консультации можно сказать, ребят, вот вы рекомендуете такую схему, а мы вот ее по каким-то причинам там не можем реализовать. Давайте мы с вами договоримся, может быть есть равные эффективные, но состоящие из каких-то других видов препаратов, методов лечения, которые мы могли бы реализовать. А если мы не можем реализовать, давайте может быть это хирургическое сложное лечение, или какой-то вариант стереотоксической лучевой терапии, который пока не может быть реализован в этом субъекте. Давайте мы тогда подумаем, как маршрутизировать пациента. И, конечно, я уверен, что мы, в общем, выйдем на существенно большее число телемедицинских консультаций. Понимая, что мы ежегодно лечим порядка одного миллиона больных, все в стране, онкологически, да, то это же известное правило, да, что 80% это стандартных случаев, да, а 20% это не очень стандартные случаи. Ну, даже если их будет, там, не 20%, а 10%, то мы говорим о том, что в общем стране должно быть, ну, примерно 100 тысяч телемедицинских консультаций. Вот сейчас, я думаю, что мы еще не дошли даже до половины того, что мы делаем. Я думаю, что в конце концов каждый федеральный центр будет проводить, там, порядка 20 тысяч телемедицинских консультаций в год. Спасибо большое за внимание. Если у кого-то есть вопросы, на них постараюсь ответить.